друзья я опять хочу поздравить всех вас великим праздником днем рождения иисуса христа некоторые люди спрашивают а чё что это за праздник нужно ли поздравлять с ним где же написано что праздновать этот праздник друзья ангелы ангелы говорили я возвещаю вам великую радость то есть это великая радость которая будет всем людям это великий праздник праздник это есть время когда люди радуются когда они праздную кстати самое интересное что ангелы возвестили это пастухам а пастухи на то время были какой-то мере в пренебрежении в религиозном обществе почему потому что они не могли делать тех ритуальных омовений которые нужно по закону они не могли много чего делать что было приписано и поэтому это знаете как без них никуда не пойдешь потому что всегда нужно было приносить жертвы а пастухи же пасут овец выращивают их то есть они очень нужны были но с другой же стороны ими пренебрегали и смотрели как на каких-то знаете второй сорт или третий сорт вот именно так но из этих пастухов были хорошие знатные люди помните царь давид он был пастухом который настолько заботился о своих овцах что он был готов положить свою жизнь за своих овец он бежал за львом и бежал за медведем ради того чтобы спасти овечку он вырывал или так сказать даже умершлял когда когда догонял этого льва или медведя то есть это был серьезный пастух и когда он стал царем конечно же это был хороший благословенный царь израиля которым ценят до до сего времени друзья пастухи пришли пришли для того чтобы порадоваться увидеть этого младенца знаете интересно в этой истории то что иисус христос родился не где-то не где-то в знатной семье ну хотя можно сказать из семья то род все-таки давидов но я имею ввиду не семья которая занимала какое-то большое положение на то время это были бедные люди мы знаем из того что они приносили какие жертвы они были бедными людьми и иисус христос рождается рождается в пещере для скота чтобы лучше объяснить эту ситуацию давайте просто подумаем кто из вас родился в хлеву поднимите руки лес рук никого нету никто из нас клеву не рождался если бы у вас была возможность родиться в хлеву вы бы в хлеву родились я бы не родился и и вы бы не родились иисуса христа была возможность понимаете здесь это не вопрос того что ой он не знал где он родится он знал где он родится здесь интереснейшие благословение для человечества в чем же это благословение смотрите жизнь иисуса христа она подтверждена множеством разных пророчеств и одно из них о котором говорит матфей цитируя пророка исаию следующие слова вот дева в очреве примет и родит сына и нарекут ему имя эмануил что значит с нами бог вообще матфей очень часто цитировал пророчества или пророчества которые сбылись в жизни иисуса христа когда вы читаете евангелие от матфея обратите внимание сколько раз матфей что-то описывает и потом он показывает что да на самом деле это сбылось и это сбылось потому что было вот такое такое пророчество кстати большинство этих пророчеств были записано задолго до того как родился иисус христос вероятность того чтобы хотя бы одно из них сбылось это вообще ну огромнейшие надо идеально чтобы все сошло чтобы сбылось например они жили в не вифлееме им нужно было путешествовать вифлеем им нужно было путешествовать вифлеем именно в то время чтобы родился именно там иисус христос то есть сами обстоятельства были настолько богом спланированы наперед бог знал и вел и поэтому даже в египте время которое они провели позже в египте написано и из египта вызвал сына моего то есть бог тоже знал наперед где будет как будет жизнь иисуса христа проводить вообще вся жизнь иисуса христа каждый этап жизни иисуса христа это сбывшиеся пророчества то есть то что бог раньше написано бог издревле говоривший в пророках то есть бог говорил пророков последние дни говорил в сыне своем которую поставил наследником сего этот будучи сияние славы и образ ипостаси все держа десницу и славы своей друзья это написано об иисусе христе и вот обратите внимание иисус христос рождается рождается там в хлеву рождается в не самых благоприятных условиях но я хочу нарисовать эту картину чуть-чуть по-другому мы сейчас видим рождение иисуса христа и для нас ну да на самом деле это это этот это то что значительное произошло в истории человечества кстати люди проспали это люди не не узнали ангелы возвестили пастухам пастухи и знали мария знала и осип знал и вот смотрите ангелы возвещают эту великую радость то есть ангелы многие вещи ангелы может быть даже не понимают полностью поэтому апостол павел говорит чтобы через церковь сделалась великая прибу открылась премудрость 2 божья для властей для начальств то есть есть вещи которые ангелы не знают полностью но тут ангелы увидели вот это великое событие рождение иисуса христа на земле кстати ангелы они во многих деталях людей или жизни людей они вовлечены например христос сказал что об одном кающемся грешнике ангелы радуются вы можете себе представить что если ангелы радуются я я я я понимаю что это огромнейшая радость на небесах когда человек по-настоящему кается когда человек по-настоящему обращается к богу эта радость на небесах вот здесь тоже причина радости этой причиной радости стало рождение иисуса христа знаете здесь очень интересно то что иисус христос для того чтобы родился ему пришлось что-то сделать вот он говорит вот он вот я пошли меня он был готов сделать это он согласился прийти на эту землю то есть это было решение иисуса христа там в далеком прошлом когда иисус христос был готов прийти для для спасения людей но самое интересное следующее иисус христос это не просто человек да он был стопроцентным человеком но здесь написано знаете как его назовут эммануил то есть бог с нами с нами бог многие люди говорят вот с нами бог люди хотят иметь бога на своей стороне даже на своих многих щитах на каких-то знаменах люди писали с нами боги они пытались как-то богу бога притянуть на свою сторону будто бы бог будет за них защищаться когда они будут воевать с кем-то будто бы бог будет на их стороне а что же это значит на самом деле что значит слова с нами бог в данном контексте когда пришел иисус христос и родился как человек то пришел не только человек люди увидели человека но в лице человека пришел божий сын пришел бог и вот в этом огромнейшее благословение знаете для многих людей бог является каким-то неизвестным далеким чужим непонятной силой какой-то энергии но вот таким близким и родным каким он стал маленьким младенцем смирившись написано будучи образом божиим он не похищать не посчитал воровством быть равным богу но уничижил себя видите иисус христос сам себя смирил сам себя смирил до такой степени что он родился и родился в этой бедной семье родился в хлеву для того чтобы стать доступным для каждого человека в этом мире никакой богач не может сказать из ко мне иисус недоступен или никакой богач не мой бедный не может сказать а я настолько беден что я не нужен иисусу христу то есть иисус христос доступен каждому человеку написано придите ко мне все труждающиеся обремененные нету ни одного человека кто не не может не прийти к иисусу то есть каждый имеет право имеет привилегию прийти к иисусу знаете здесь вот эту картину нарисую рождества еще следующим образом мы увидели младенца но самое интересное то что этим младенцем в лице этого младенца был божий сын он пришел сюда на эту землю друзья тот которому поклонялись миллионы ангелы бог говорит да поклонится ему ангелы то есть тот которому служили ангелы приходит сюда на землю становится человеком и самое интересное живет вот такой скромной жизнью ему не было где голову преклонить его люди не 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 принимали считали как и знаете а он самарянин он одержимый он беснуется то есть его вот так ни за что считали его унижали даже когда он шел на голову на него плевали его за ушали его били то есть всю эту картину всего это можете увидеть его видите вау вот это божий сын сделал почему же он это сделал друзья для чего божий сын сделал это для того чтобы показать свою любовь к нам для того чтобы проявить свою любовь к нам друзья мы мы не способны мы не можем заслужить божьей любви никогда ничем но божий сын захотел проявить любовь свою к нам стать человеком прожить как человек Умереть за наши грехи, взять вину нашего греха на себя. Вот этот груз, который вы носите, вот эту тяжесть греха, он взял на себя. И каждый, кто верой придет и скажет, Господь Иисус, прости меня, очисти меня, этот груз греха, он снимает, он прощает, он очищает. Друзья, я очень хотел бы, чтобы Рождество для вас не было просто каким-то очередным праздником, каким-то очередным днем, но чтобы для вас это был особенный день. Особенный день того, что Бог с нами, Бог пришел сюда, на нашу землю, Бог пришел ради нас, Бог пришел для того, чтобы спасти нас от наших грехов. Друзья, у нас очень много грехов. Друзья, нас никто никогда не мог бы спасти, кроме Бога. И Бог это сделал. Бог пришел, Бог взял нашу вину на себя, заплатил нашу вину, для того, чтобы каждый, кто будет веровать в Него, был спасен и имел жизнь вечную. Друзья, если вы еще не молились молитвой покаяния, мой призыв сегодня к вам. Друзья, обратитесь к Иисусу, скажите, Господи Иисус, я грешник, прости меня, очисти меня, прости все мои грехи. Если вы искренне скажете молитву, если вы искренне помолитесь, Он, Библия говорит, верен и праведен, простит вам все грехи ваши и очистит от всякой неправды. Друзья, я очень хочу, чтобы Рождество стало праздником вашей души, праздником того, что Бог стал не каким-то далеким, чужим Богом, но стал вашим личным Богом, личным спасителем, личным другом. С нами Бог. Пусть Господь благословит и утешит и наполнит радостью наши сердца. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok